здравствуйте олеся и записываю вам ответ видео формате так как вы любите чтобы вас немножечко разбирали попрепорировали я этим займусь по эскизу по исполнению именно в программе вы все сделали правильно у меня есть нарекания некоторые к художественной части ну опять же это мое видение возможно вы это делали специально и вам так больше нравится давайте так сразу определимся том что есть какие-то объективные параметры там когда я вам рассказываю что что-то сделано в программе неверно есть какие-то субъективные касающиеся художественного момента вот по художественным моментом я вам буду рассказывать первое основное что мне понравилось это вот эти контуры но как минимум я бы их сделала тоньше это как минимум как максимум я бы их вообще убрала потом достаточно ярко кидаются вот эти вот ногти которые вы сделали здесь и на второй руке их наверх надо убрать иначе они палец режет ноготь он все-таки поверх и тогда получается более гладко вот этих нахлёстов тоже не должно быть видите у вас тень на руку нет рука у вас будет сверху но это просто порядок очередность надо поменять так она на другом слое что у нас на другом слое ну тогда надо значит туда внедриться добавить сюда точку эту точку отодвинуть потому что но по всей логике палец у вас находится сверху и возможно даже вот здесь туда вот внутрь брать аккуратненько тень по контуру чтобы было ощущение что она там вот вдалеке опять же видите у тени контура он немножко мешает вот это то чтобы сделала я художественной точки зрения но здесь сложно корректировать потому что каждый свой стиль возможно вы это сделали специально возможно это была такая задумка и вот вы хотели это не так передать я бы сделала вот так здесь тоже смотрите видите нет стыковки я за счет того что контур убрала у нас не стыкуются но как я обычно эти штуки все правда я стараюсь чтобы таких у меня ерунды не было все эти моменты я выправляю достаточно бережно достаточно аккуратно так давайте дальше посмотрим то есть видите рука она стала более такой цель может быть немножко палец слишком торчит но это уже такая форма здесь то же самое я бы брала этот контур если совсем с контура не нравится сделать его по тоньше немножечко грубоватый ногти не через ногти так не будут смотрите если вы анатомически будете смотреть на ноготь поиска шприкове стилизовался но ноготь это поверхность на пальце то есть у вас палец не должен быть обрезан вы должны нарисовать палец а потом уже к нему сверху сделать ноготь смотрите у себя на руке здесь он скорее всего у вас бачком будет то есть но это вот такая уже анатомическая особенность недаром художники кто занимается костюмом сейчас перестали это делать а раньше это очень активно делали их возили в анатомический театр показывали как устроено тело до сих пор учат их так называемому предмету но у нас он назывался пластическая анатомия когда изучают скелет изучают мышцы очень это все нужно потому что мы работаем живыми людьми и они их изучают по-разному изучают с точки зрения формы их изучают с точки зрения конструкции с точки зрения крепления мышц а как он сможет подвигаться человек а как не сможет поэтому да если вы будете такие вещи делать я бы вам рекомендовала посмотреть есть книжки анатомия для художников и возможно вот к ним обратиться для того чтобы немножечко это более четко делать это вот именно с точки зрения рекомендации сейчас к сожалению все учат просто так давайте нарисуем фигуру а давайте это не просто так видите немножко появится по-другому я не видела оригинал надо смотреть вот это форма ложа ногтевого как она там на самом деле у этой девушки может быть она и вот так будет и здесь так будет надо это все внимательно посмотреть может не надо его так высоко уводить может ниже я же не знаю какой длинный там маникюр это все аккуратно прорисовывать можно еще более детально можно менее но смотрится более аккуратно опять же смотрите вылезли тени это не очень здорово за контур а вылезла она потому что я убрала толщину так давайте далее ну наверное это вот то что меня смутило самое основное это глаза зрачки сразу в контур в нет и она вот видите села по губам это мой маленький лайфхак нижнюю губу лучше делать ну и вообще так ноги рисуют соответственно менее яркой а верхнюю более темный таким образом вот смотрите я сейчас поменяла просто не станем убрала контур цветом контур излила верхнюю губу а эту сделала более объемным так рисую я и на мой взгляд так лицо лучше смотрится но опять же это мой взгляд и линия контура овала лица я никогда ее не делаю у меня линия прорисовывается за счет того что есть разница между тоном шеи и лица и за счет этого формируется эта линия потому что если вы посмотрите туши она всегда углублена есть только вот на нее прям не светит снизу и всегда она будет у вас чуть темно опять же мой лайфхак я пока рисую в искусстве нету прям понятие что надо так и не как по-другому вот анатомию да на то но я вам правда на томи посмотрите а это уже стилистика здесь тоже будут идти они друг на друга полезли а и зрачки они вот я глаза еще более подробно рисую хотя вот так в целом очень неплохое лицо путь сейчас время немножко поправила по волосам да тоже есть контуры видите в каких-то местах у вас присутствует что вот есть щелки вот есть щелки я не люблю щели хотя на волосах они допустимы в том плане что ну вроде как локоны да я смотрю еще общую водку дали а это это тень да что это за водку а это вот эта вот штука в общем с обводками подумайте вот смотрите как по-другому стало сейчас я сделаю можно брови не такие черные но тут по бровям тоже сколько людей столько мнений не не говорю что я там истинно последние инстанции как на ваше усмотрение я бы их конечно мальца обузила и немножко растушевала но не люблю очень яркие брови можно вот так немножко их погасить вплоть до того что брови можно рисовать градиентом знаете как косметологическими процедурами знакомы есть брови можно и ломбре сделать вот если вы хотите если есть такое желание то тогда да вот немножко полегче так они не очень ярко кидаются что я сейчас хочу сделать я хочу давайте я сохраню эту барышню под каким-нибудь другим номером 1 скажем и вообще с открою предыдущую ту которую у вас было чтобы мы могли сравнить просто вот по внешнему виду сейчас скопирую без сохранения я ваш рисунок не переделывала по сути я немножечко поправила вот там цвет губ посмотрите насколько по-разному смотрите файл я вам отправлю можете на него посмотреть просто поймете что я вот чуть-чуть чуть-чуть буквально там подшаманила ноги также можно и в других местах с контурами пообщаться если у вас есть какие-то пожелания то смотрите вот руки и ну что я могу сказать по рукам есть немецкая школа рисунка можете там посмотреть руки это отдельный мир даже вот у иллюстраторов диснея руки рисуют отдельный человек ну то есть это очень сложно и руками надо заниматься я у меня есть вот этот момент я сторонник такой классики я люблю классическое образование чтобы люди знали понимали что они делают вот вам детальный подробный разбор брюки кофта у меня вопросов не вызвали у меня есть вопросы вот по этой мешанине что-то там такое непонятное но в рамках иллюстрации в рамках того как оно сделано но очень может быть то есть я даже туда не полезу в целом вот мне важно как в целом девочка смотрит но я думаю что вы видите некоторую разницу в том что у нас получилось такая стилизация тоже возможно но вот эта рука ну прям ой прям вот ой который надо править обязательно все 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 вот я